Саба, Турция, второе фиаско США в Гонконге Берджан Тутар Саба, Турция 19 августа 2019 года Гонконг, который с 1842 по 1997 годы был британской колонией, в эти дни находится на верхних строчках мировой повестки дня в связи с протестными акциями наподобие Гези Протесты, начавшиеся в 2013 году в Стамбуле из-за вырубки деревьев в парке Гези Примечание Пер Открыто поддерживаемые США акции в этом автономном административном районе Китая с населением 7,4 миллиона человек по своему характеру аналогичны протестам Гези Демонстрации, начавшиеся с внесением в парламент законопроекта об экстрадиции преступников 3 апреля не прекратились, несмотря на то, что 15 июля этот проект был отозван, и в конечном счете превратились в прозападный бунт с требованиями независимости Позиция Китая, увидевшего, что США и Великобритания реализуют в Гонконге проект цветной революции, естественно, постепенно становилось все жестче Вчера, 14 августа, Пекин резко ответил администрации Трампа Гонконг, не ваше дело Занимайтесь своими делами, недвусмысленно намекнув на сотрясающие США массовые убийства на почве расизма и международную банду педофилов А ранее Китай поставил ультиматум Великобритании, не вмешивайся в дело Гонконга Это больше не британская колония, кроме того, протестующих, которые ходят по улицам Гонконга с американскими и британскими флагами в руках Китай предупредил, огонь, с которым они играют, сожжет их самих А Трамп накануне вечером в своем аккаунте в соцсетях поделился видео об отправке китайских войск к границе с Гонконгом и нагло спросил Многие обвиняют меня и США в проблемах Гонконга Почему? Если мы посмотрим на проект цветной революции в Гонконге только сквозь геополитическую призму, то мы многое упустим Свет на этот вопрос прольет анализ с точки зрения финансового капитала, который должен обеспечивать гегемонию доллара Так, глобальные соросовцы, которые относятся к Трампу как к злокачественной опухоли и бездарному политику, в гонконгском кризисе борются с ним плечом к плечу А главная цель соросовцев, которая рукоплещет торговой войне Трампа с Китаем и его борьбе за спасение американских финансовых ресурсов, заключается в завершении незаконченного в 2014 году гонконгского сценария Барак Обамы Брач Кобама Ведь из 18 триллионной американской экономики только 5 триллионов долларов обеспечиваются реальной экономикой Остальное поступает от финансового грабежа, который индексируется в соответствии с глобальной гегемонией доллара В этой связи Китай, Россия, Турция, Иран, Венесуэла, которые выступают против статуса доллара как международной валюты, находятся в положении приоритетных врагов На самом деле Гонконг был выбрал мишенью в 2014 году Но благодаря мерам, принятым Китаем, эти замыслы не осуществились США, повернувшись в сторону Украины, запустили план ограбления ЕС и России По их расчетам, в результате украинского кризиса из стран ЕС и России в США должен был убежать триллион долларов Но не все пошло по плану В результате аннексии Крыма и мер, принятых Китаем, деньги, выводимые из Европы, повернули на Гонконг Теперь США через гонконгский кризис желают, с одной стороны, изменить маршрут триллиона долларов С другой стороны, сорвать проект современного шелкового пути и создание азиатской зоны свободной торговли во главе с Китаем Которая может стать крупнейшей экономикой мира в объеме порядка 50 триллионов долларов Но у Америки, которая не смогла повергнуть Китай в ходе азиатского кризиса 1999 года, снова невелики шансы Трамп, не сумевший получить желаемое в Гонконге и пригрозивший выйти из Всемирной торговой организации, уже продемонстрировал слабость своей страны Похоже, что США, которые охотятся за триллионом долларов в Гонконге, снова попадут в ловко расставленную Китаем ловушку И, как в 2014 году, потерпят еще одно тяжелое поражение Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ